Ну привет мамкины операторы, с вами Гиас, полигон залитый, погнали! Ну и коротко о сценарии. Игра называется Король горы, четыре противоборствующие стороны. Задача сторон забраться на гору, поднять флаг и удерживать его максимальное количество времени. По истечении сорока минут подсчитывается общее время и выигрывает та команда, которая удержала этот флаг дольше, чем остальные. Жизнь у всех бесконечная. Этот видосик я решил запилить вне очереди, поскольку и игра выдалась прикольная, да и вообще контент, он прям как и секс, должен быть разнообразный, а то наскучит, ёпцак. Сегодня я буду кошмарить народ в своем новом лиственном костюме. Конечно, под этот полигон он не очень подходит, лучше бы тот даже, который у меня был старый игелик. Но уж больно мне хотелось в нем побегать, так что, несмотря ни на что, пару раз он меня, конечно, спас. Перемудрил немного с камуфляжем на винтовке и намотал слишком много всякой растительности перед зум-камерой. И в некоторых моментах она попадала в объектив этой камеры, поэтому картинка оставляет желать лучшего. Но в будущем я, конечно, это учту, так что уж простите, но в этот раз камера будет показывать немного, как в тумане. Вся наша сторона ринулась в сторону горы, а я решил в этот раз просто пофланговать, пострелять да потроллить народ. Все настолько сфокусированы на то, чтобы взобраться на заветную гору, что никто не собирается прикрывать фланги. Но это просто страйкбольная классика. А я классику люблю, поэтому у меня тут есть где разгуляться. Броня не пробита. Броня не пробита. Рикошер. Уничтожен. Надо же, кто-то сообразил, что могут справа подойти. Тихо спокойно пробираюсь по краешку, чтобы занять позицию и откашивать всех людей, кто выходит из мертвяка с желтой стороны. Броня не пробита. Что-то у этого аквалангиста сегодня с чувствительностью не то. Хотя у других почти нормально было. Вот они, те самые сантиметры, которые решают. Но на этот раз не в мою пользу. Я решился подойти поближе, чтобы увеличить свои шансы попадания, потому что довольно-таки тяжело попасть в движущиеся мишени со снайперской винтовки. Отправил господина клеща очередной раз мертвяк. Вот лежу я тут и думаю, когда же меня уже вычислить, что я-то тут с фланга хулиганю. Ну, пока все прокатывает. А тут мне уже пришлось закусывать губу, чтобы не засмеяться. Давай, детка, лети красиво. Нет, чуть-чуть опять не дотянул. Ну, пора честь, знаю. А то это совсем без укрытия. А тут уже, по-моему, и ребенок догадается, что с флангой что-то нечистое происходит. Вот. Продолжение следует... Раунд близился к завершению Поэтому я уже решил перебазировать Немножко поближе к горке И посмотреть что там происходит Ну а тут все по старому Флаг впереди Поэтому туда все и смотрят Тут даже не сантиметры А миллиметры наверное сыграли Не в мою пользу Походу ангел-хранитель Товарищ Клеща все же вернулся Там один наверху Два наверху слева от флага Ну всем пофиг Потому что Гея Ты чего Если мы на город пойдем Еще глядишь и шариком у нас пластиковым То попадут Ужас то какой Опасно у этого товарища шар прожужжал над головой Первый раунд завершился Далее все происходило по тому же сценарию Просто все стороны меняли мертвяки по часовой стрелке Работа Эй Ты головой пролетел А вот второй раунд Будет проходить у нас Под эгидой И противостояние Вот этого пулеметчика И меня как снайпера Хоть и температура была плюс один градус Но мой МК-23 на Грингазе работал без проблем Но все же перестрелять пулемет мне не удалось Продолжение следует... А вы сейчас посмотрите внимательно на полет шара Шар от ветки отскочил в дерево От дерева уже в игрока И тогда мне показалось, что попадания не было Хотя все же попал А вот тут вот шикарное попадание Где-то примерно расстояние метров сто Тут игрок, которого я подстрелил с двойным рикошетом Он заметил, где я нахожусь И поэтому я его ждал в гости Я решил все же не менять позицию А остаться и попробовать отбиться Но неудачно Броня не пробита Вот засранец А я так целился Тут тоже расстояние Я думаю, что даже больше, чем 100 метров Ну вот так вот Красный На нашей стороне было много арендников Поэтому каких-то там результатов по захвату флага на горе Я тут особо не ожидал Поэтому я решил не париться А просто популять шары Зачем я, собственно, сюда и приехал Минус один Тут я не уверен, был ли это рикошет или прямое попадание Но раз не уверен, то лучше сходить мертвяк Ну а тут, зацените, тактикульный перекат Просто спецназ, наверное, курит в сторонке Я тут решил проведать друга пулеметчика А то, видимо, он тут совсем заскучал Ну вот оно, веселье Люблю потроллить народ в воскресенье Пострелять оттуда Откуда они не ожидают Пора воевать дальше Попал по очкам, прозвучала реплика Смотри, куда стреляешь Ну куда мне стрелять, если только голова торчит Я, конечно, стараюсь целиться в корпус Чтобы людей не травмировать Да и шанс попадания больше Ну, как видно, ситуации разные бывают Здесь сразу игровая зона Да А почему нет? Что-то не так? Да, играй, играй Меня пытались лечить, что я за пределами игровой зоны Хотя все было в пределах правил Но поскольку моя позиция была раскрыта Я уж точно знал, что за мной придут Поэтому я решил ее сменить Раунд близится к завершению Что происходило в остальных двух Вы это увидите в следующем видео Там будет очень много забавных моментов Поэтому я не хотел это все дело вырезать Ну а вы, кто еще не подписался Уже пора бы это сделать И оперный театр А те, кто подписались Нажмите там вот колокольчик И вам придет уведомление Когда выйдет новое видео А тем временем я лежал И терпеливо ждал гостей Но они так и не пришли Потому что раунд уже закончился Ну а на сегодня это все С вами был Геас Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok